Могли ли повлиять знаки Зодиака на правителей Османской империи? Теперь доподлинно известно, что даты рождения многих правителей империи четко фиксировались по юлианскому календарю, и современные правки с гейкорианской системой летоисчисления дают полное представление о том, кто и под каким знаком родился. Селим II, сын султана Сулеймана Кануни, известный своей тягой к вину, родился 28 мая 1524 года. Гороскоп правителя под знаком близнецов просто не мог не отличаться буйным драмом, метаниями, игривостью и даже некой агрессивностью, чем и был известен Селим II. Близнецам-мужчинам присуща черствость и бессердечие, но управленческие способности этого знака Зодиака не на очень высоком уровне. Еще один султан, Ибрагим Безумный, был рожден под знаком Скорпиона 4 ноября, и снова главные качества своего знака он явил в своем ярком поведении. Буйный нрав, хитрость и наблюдательность, мстительность. Все это при умении вести тактичные беседы и глубоко скрывать свои намерения и страхи. Знаковое поведение для Скорпиона. Кстати, Скорпионом был и султан Сулейман Великолепный. Он родился 6 ноября. Отец Ибрагима Безумного, Ахмед I, отличался более покладистым нравом и имел некоторые достоинства, отличавшие его от свирепых и жестокосердечных султанов империи. Он родился 22 декабря под знаком Козерога. И как истинный представитель своего тотемного созвестия, Ахмед был человеком дипломатичным, очень вдумчивым, умел строить долгосрочные планы. Хоть и не оставил он в истории сколько-нибудь значимых для империи следов, народ запомнил его как одного из самых последовательных и рассудительных правителей. По заказу именно Ахмеда I была построена известная голубая мечеть. Что же касается Хюрен, то ни про день ее рождения, ни про точное место рождения по сей день ничего не известно. Зато, принимая во внимание характерные черты ее поведения, можно сделать вывод, что она была рождена под знаком льва. Именно львы-женщины по гороскопу часто ломают себя, чтобы начать новую жизнь без сожалений. Так сложилась первичная ее судьба в неизвестной стране, среди людей иной культуры и веры, она сумела перестроиться и достигла небывалых высот. Любой другой знак зодиака вполне устроила бы роль второй жены, близкой к султану женщины, но Хюрен не остановилась на простой симпатии и стабильности. Она решила и сама встать у руля, допустимой для женщины вершины власти, и сыновей своих активно вела к престолу. И это характерная царственная линия поведения львиц. Именно этот тип поведения ставит окончательную точку в определении знака зодиака легендарной хасаки султана Сулеймана, официальной жены верховного правителя империи.